Я должен вернуться, зверьки заждались. То есть они ходят голыми, да? Не хочешь испытать свои навыки? Я не буду тратить своё время и силы ради пустого места. Стало быть, на первую что-то произошло. Что-то подмешали в напиток. Всё вместе. Жители острова заслужили право отомстить культу. Красиво сделано. Атакуем крепость. И вернём её народу Лемноса. Здравствуйте, орлы! Мы с вами прилетели на новый остров Тасос. Тасос, ребята. Мы были на Лесбосе, мы были на Лемносе, на Хиосе. Ну, одна нога здесь, другая там была. Мы, собственно, где мы не были никогда. Скирос, Эфбия, Самос, Кос и Нисерос не считается вообще. Потому что это не остров, а так шутка. Ещё вот эти два региона мы не трогали, тут не трогали. Ну, в общем, в целом мы карту с вами знаем. И, в общем, чем мы сейчас займёмся, ребята? Это тем, что мы отправимся на Тасос. Искать здесь, собственно, всех. Нужно найти врача, как просил Микос. То есть мы сейчас попытаемся помочь племяннику Варнавы и попутно тут поискать культистов. Потому что я не верю, что на Тасосе без культистов обойдётся ряд. Вот вы верите, что культистов не будет? Ставьте лайки, если верите. Но я бы советовал не верить. Как от лекаря. Рабочие. Так, рабы система. Но брамор отличный. Ну, кстати. Первый раз в лекаре. Так, а, ну, что ты знаешь, где можно найти? Ничего не участкового из врача. Чего, чуваки, чего за шори? Да, кто-то кошмарит местных рабочих. Они пуганы жёстко. Не причиню зла. Мне нужны ответы. Ну-ка. Я слушаю. Знаете, сейчас так хорошо. Ему очень плохо. Туман забрал разум. Нам нужен лекарь. Мне сказали, что он должен быть здесь. Его здесь нет. Лекаря здесь нет. Его затели, схвабрали. Схватили, забрали. Прости, понял. Говорить сложно. Моя память, разум, всё туман. Обычно. Скоро я стану, как он. Если врач не вернётся. Скоро какие-то люди увели лекаря в шахты. Кажется, культисты. Это было давно. Читаю, чувствую, культистский след здесь. Что с тобой произошло? Почему ты пришёл в каменоломни? Я не помню. Но знаю, что лекарь спас нас. Потом пытался исцелить. Но без лекарств, что он для нас делал, мы не про... Пора-пора... Вряд ли когда-нибудь излечимся. А кто озлечит? Он... Добрый человек. Но леченец. Лекарь сказал, что нужно... Я помогу. Ты... Спасёшь лекаря. Его увели на север. К шахтам. Что-то странное происходит. Кто-то бочит рабочих. Это не твоё дело. И ещё посмотрим. Уууу. Страшные каменоломни взбунтовались. Что-то чувствую я, ребят, не всё тут чисто. Так что нужно будет разбираться и смотреть, а не культисты ли. Наводят тут шум. Потому что если да, им без да. В общем, ассасин, ребята... Ну, мы почти подходим к финалу игры. Осталось совсем немного. И то, что я хочу сделать сейчас в ближайшие дни... Ну как, я не знаю, какая пройдёт конца, но хочу пройти его. Хочу закончить, дойти до финала. Я, кстати, смотрел опять там по клану Юбисофт. Юбисофт планирует активно делать много контента для ассасина, что... Ну, неудивительно, конечно, но... Просто-просто сказал, ребят. Вы просто теперь в курсе? Ладно. Полезли наверх. Что ж ты будешь делать? Посмотрим, где у нас врач вообще? Чем можно заняться на этом потрясающем острове? Ну, на этом острове можно душу продать. Тасовская статуя. Школа сильных ударов. Всего глоточек. То есть у нас тут прям нормально. По заданиям и, надеюсь, мы найдём с вами каких-нибудь злодеев. Кстати, ребята, сейчас так хорошо. Я не знаю, стало прохладнее в квартире. Почему? Ну, видимо, или из-за отопления, наконец-то, сбавила. И теперь здесь даже можно жить. То есть стало норм более-менее нормально. Эгорь, где-то здесь. 24 градуса вместо 25. А это дорогого стоит. Ну и на улице, где так холодно. Я знаю, это 1 градус, но он много решает. Мне намного комфортнее. Хотя, всё равно, что-то жарко. Не знаю, последние дни с Лизой просто. Много времени провожу. И я гуляю, смотрю фильмы цыни. Может быть, если бы я этого не делал, я бы быстрее прошёл Ассасина. Но, с другой стороны, мне хочется отвлекаться. И как-то я вспоминаю прошлые годы, когда я вообще сидел просто круглыми сутками играл в игры. На записи. И это было... Ну, не совсем те ощущения. Сейчас как-то приятнее. Лоский союз. Вот, нашёл. А вот и шахты. Те, ну и здесь есть нечётки серебра. Кто это космос? Свою мать! Или космас? Ну, это неважно. Ты сразу доктор, чувак. Нужно найти всё-таки доктора. Я очень надеюсь, что тут есть культисты, ребят. Очень надеюсь. Я прям хочу, чтобы они тут были. То есть, астрономент как-то хочет, чтобы главный злодей находился в этой шахте, ты его резал. Я сразу скажу, я не знаю, есть ли тут культисты. Я не помню. По-моему, всё-таки на Тасосе нет культистов. Хотя, с другой стороны, только нету на этом сранном Тасосе. Иди за мной! Я знаю тайный выход! Сюда! Давай, давай, пока ты не сгорел, твою-то мать! Давай, бежим, чувак, бежим! Тайный выход! Через который я, видимо, зашёл. Так тайный выход будет или не будет? А то тут наёмник идёт. Так, ладно, всё, караулим наёмника. Наёмник нас не догонит. Бежим, бежим, друг мой! Это уголь. Столько лет уже, если подумать, то сколько уже тысячелетий люди добывают уголь. Только недавно мы перешли на электричество и на атомные электростанции и всякое такое. Она более чистая. Свободен, наконец. Я знал, что это ненадолго. Не благодари. Да-да, спасибо за спасение. Я должен вернуться. Зверьки заждались. Ты здесь из-за них? Ну, стой. Какие зверьки? О каких зверях ты говоришь? Нет-нет, я не о животных. Они говорят, но медленно. Ты говоришь о работниках каменоломни. Ещё он завязан зверьками? Это типа такой врач классный. Учусь о них, даю лекарства, а они помогают мне в работе. Я к ним очень привязан. А ты силён, да-да. Звериков не бывает много. Присоединишься к ним? Это будет серьёзный вклад в моё исследование. Так, я не понимаю. Ни за что. Я не стану подопытным. Как насчёт посмертного осмотра? Нет. Большая потеря для науки. Я делаю вкусные лекарства, знаешь ли. Расскажи о лекарстве. О, лекарство. Оно необходимо, когда появляются осложнения. Иногда серьёзные. Да ты травишься пациентам, зверьками их обзываешь, чтобы всё понятно. Например, утрата воспоминаний. А, да, ты знаешь. Они... Я виноват, да-да. Ты продолжаешь их калечить. Это не я. Меня заставили. Но я всё исправлю. Я всегда исправляюсь. Да-да. Да-да-да. Так, зверьки. Кто тебя схватил? Кто схватил? Кто тебя забрали? Кто они? Там был один с повязкой на глазу. А тот, что отдавал приказы, был... Да, я больше средства. Они угрожали убить зверьков. И заперли тебя. Может быть правильно сделали? Да, они отказались вернуть меня к зверькам. Вот никто не заберёт меня у зверьков. Да, понял. Понял, так зверьки. Я почему так называю? Какое прошлое у зверьков? Не знаю. Да мне и не нужно. Знаю, что меня заставляли давать им средства в пещере, похожей на эту. Если должно быть... Заставляли? Да-да. Даёт зверь. Как я сказал, осложнения бывают тяжёлыми. То есть, по сути, он лишает их памяти, но делает их более сильными рабочими. Ясно. Хорошо. То есть, я не совсем только понимаю, то есть, ему нравится их травить или его заставляют. Да, его мне. Что? С какой стати? Я тебе не обязан. Вообще-то, не обязанность я спас. Я открою окно всё. Ну, хочется мне, ребята. Хочется. Ты бесполезен. Мне нужно микастер. Я будь жестоксен. Значит, ты бесполезен. Стоит убить тебя прямо сейчас. Нет-нет. Без насилия. Всё сделаю. Вот другой разговор. Мне нужно время, да-да. Спела избальщать тех, кто забрал меня от зверьков. Они в крепости, дальше по дороге. Почему он такой странный? Я избавлюсь от них. Сделай лекарство к моему приходу. Да-да. Мне нужно время на сбор ингредиентов. Для начала поищи в городе Тассос. Я слышал... Так, что-то странное. Я думаю, что можно помочь не лею, но сперва разберусь с похитителями. Вообще, это очень странный квест, если подумать. То есть, чувак называет своих... Пациентов с зверьками. И мы... Мы делаем что? Мы... Нам это лекарство нужно, чтобы помочь племяннику Варнавы. Но это лекарство, видите, лишает воспоминаний. Следовательно, зачем оно нам? То есть, это плохое лекарство? Или это побочные, как бы, эффекты лекарства? А лекарство само по себе хорошее и действительно лечит? Я не понимаю. Или это какой-то наркотик? Мне кажется, это грёбаные наркотики. В любом случае, я заберусь на вышку, и там всё станет понятно. Блин, тут что-то красивое здесь. Снежные горы по-бакедонски поближе находятся. Просто так странно, понимаешь? Когда вот вокруг тебя прям теплота, так всё тепло, и снежные горы. Ты понимаешь, что чёрт, там-то холодно. Так, я внутри. Сейчас будем разбираться за станцем. Я не совсем уверен, зачем я его убивать, но так уж и быть ладно. Только потому, что мне сказал какой-то чувак, которого я даже не знаю. Я убиваю каких-то других чуваков, не знаю. Мне кажется, логика этих квестов, то ли со мной уже что-то не так, а я устал от ассоцида, то ли эти квесты реально потеряли логику. То есть мы просто иди убивать людей, потому что мне кто-то об этом сказал. Хотя может, все ассоциады такие, я не знаю. Просто этот квест меня напрягает. Какой-то, ну, что-то неправильный. То есть, я не знаю, какой-то доктор неправильный, препараты у него неправильные, все неправильно. Где находится последний чувак? Где-то здесь. Где он внизу? Чего ты застрял на стене, Алексиус? Леха, давай, лазай по стенам, как обезьяна. Ты обезьяна или человек? Обезьяна. Ты макака, ты кинг-корг, сука. Ты грёбаный кинг. Кинг-кунг. Приветики, чуваки. Кто хочет подраться? А вы хотите? Вы все хотите, вы прям толпой, да? Я так и знал, хотите, хотите групповой бой. Давай, сейчас я тебе покажу. Смотри, показал групповой бой, чуваку, и чувак говорит. А что если я себя в воду скину? Да твою мать, да что ж мне не везет так? Вот за что я люблю огонь. Чувак там взял, догорел, я вообще с ним елкался. Твою мать, что ж мне не везет, он зажжен. Ай, твою мать! Они подожгли огонь! Они здесь сделали... Да почему ты его не опрокинул? Давай, давай, добивай. Здесь закончили. Так, лекарь говорил о странных происшествиях в городе. Стоит осмотреться. Ну так что пойдем в город, там разберемся. Город у нас где? Город у нас в заднице. Все, углоточек. Стретиться с другом не ле... А, то есть нам нужно понять природу заболевания. Вот то, что. Поэтому мы должны посетить школу единоборств, в которой учится наш племянник. Береги, наш племянник Варнава. Ну, он как бы наш в том числе. И после этого еще нужно... Я сейчас буду оплывать остров, чтобы сбежать от засранцев. И кроме этого нам нужно поговорить с другом. Не лея, чтобы разобраться, как он заболел, что он выпил, где отравы. Тот самый могучий атлет Феоген, сохранен на века, сидит на заднице. Тот самый знаменитый ютубер Евгений Рус, который сохранен на века, сидит на заднице. Вот это мне нравится. Черт возьми. Ночью приплыл. Вы знаете, ночь я не люблю. Но че-то тут ночь вроде симпатична. Давайте ночью поиграем. Так уж и быть. Так уж и быть. Найдите символ на статуе Феогена. Ну, посмотрим. Символ примерно на джопу находится. Верей под. Так, ну что же. Тассовская статуя есть. А что теперь? Помните, это квест мы его в Олимпии взяли. Там, где Олимпийские игры были. Нам нужно на трех статуях было посмотреть какие-то символы. Что это дает, я уже, знаете, помню очень смутно. Может быть, в Элиду надо вернуться и там что-то будет. Да хрен его знает. Тут квест не отмечен. Тут только вот это веприя. Поймай ей веприя, блин. Сделай из него рульку свиную. Это максимум того, что мне известно. Ладно, ладно, ладно. Прохладно. Так где следующий квест? Я потерялся. Мама, вызывай полицию. Евген потерялся. Школа сильных ударов. Ну, это рядом. Давайте пойдем, раз мы приехали. Заглянем в школу. Надеюсь, они открыты ночью. Вы знаете, как в Древней Греции хорошо? Ночью открыто все. 24 часа, блин. Там ночью пришла. Что-то мне не нравится. Темно как-то. Давайте перемотаем на руки. Как-то невзрачное. Я уже объяснил, почему мне не нравится эта игра ночью. Она выглядит ну стрёмно. Почему так сделано? Глупые. Вы не можете всегда меня прогонять. Я войду. Чего тебя прогоняют? Слезу ты сильный. Поможешь мне? А что тебе нужно? Нужно вышибить дверь? Сведения. Мой брат Солон пропал уже давным-давно. Всем все равно. Твердят, что он сбежал. Но он не оставил бы меня. Я ненавижу быть одна. Он это знает. А может, он здесь сбежал? Ты его задъебал, и он сбежал. Я точно знаю. Это связано с его исчезновением. Ага, ясно. Ты поможешь мне выяснить, что с ним случилось? Я попробую помочь. Ты лучше, чем кажешься. Спасибо. Да не что? Моя помощь не бесплатная. Ты будешь просить деньги у ребенка, Леша? Ты возьмешь деньги у ребенка? Именно это мои мысли. Не обязательно. Это не обязательно. Я бедная, но отдам тебе все, что у меня есть. По рукам. Думаю, учитель может что-то знать об исчезновении. Или он просто похож на Химерус. В любом случае... Обычно они с... Ну все, давай, давай, пойдем уже искать. Поспеши. Без него здесь стало слишком тихо. Вот эта часть с квестом я уже нравится. Происходит что-то странное. Я докопаюсь до истины. Так, старший наставник может что-то знать. А где мне его... А, вот он. Где мне его искать? И что он мне скажет? То есть он забыл его? То есть они забывают. Нифига себе, он здоровый. Так, я теперь понимаю, почему с ними дерутся. Пришел поступать в школу, то припозднился лет на десять. Жаль. Похоже, ты тренируешь атлетов. Хм, ты не знаешь меня. Я Ефим. Ефим, как блядь. Старший олимпийский наставник. Заметно быть. Твои ученики достигают побед так же легко, как Феоген поднял бронзовую статую. Обо мне слышал каждый. Феоген, что в на жопе сидит. Ну, видимо, до этого он поднимал бронзовую статую. Так, впервые слышу. То что скажу? Никогда не слышал твое имя. Вот ты. Значит, ты глухой. Слухи ходят разные. Например, что кое-кто из учеников пропал. Пропал? Глупость. Мои ученики-атлеты. Они просто ищут приключений. Под моей опекой они достигнут тех же высот, что и Пегас. Ты помнишь ученика по имени Солон? Словно наглый раб ты смеешь врываться в мою школу и требовать ответов. Да тебе кишки выпустят. А что такого-то? Просто хочу кое-что узнать. Знать, связана ли школа с исчезновениями. Связана? Я Шерл Холмс. Глупость. Все, что тут есть. Кровь, пот и драки. А исчезают здесь лишь постыдные слабости. Духа и тело. То есть они ходят голыми, да? Ты хочешь испытать свои навыки? Я не буду тратить свое время и силы ради пустого места. Сдаешь позиции? Насмешки оставь при себе. Ух, что-то знает. Что-то я не видел твое лицо. Что-то я не знаю. Я узнал тебе. Ты участвовал в играх. Ты чемпион, могу поклясться. Да-да-да, я там был. Я чемпион олимпийских игр. Да, я чемпион. Да, перед тобой олимпийский чемпион. Возвращайтесь к своим. Ты лучше всех. Скажи, что нужно, чтобы стать настоящим чемпионом. Не зря участвовал в играх. Поза силы, упражнения, правильное питание, скромте. Поза силы. Истинному чемпиону нужна поза силы. Вот так. Поза силы? Моя намного лучше. Давай, покажи мне поза силы. Итак, ты приходишь в мою школу, крадешь мои лавры и бросаешь вызов мне? Великому Ефиму? Великий Ефим принимает мой вызов? Или он струсил? Струсил? Хо-хо-хо. Сперва сразись с учениками. Посмотрим, так ли ты силен, как говоришь. Хочешь, чтобы я дрался с детьми, я лучше заплачаю, позанимаюсь. Может, с учениками должен заниматься олимпийский чемпион? Я. Они согласятся, что я компетентный. Хе-хе-хе. Да неужели? Мне нравится, Ладик. Думал занять мое место? Да. Может, ты отважен, как лев, Мистий? Но я разделаю тебя, как козленка. Сразись со мной, раз уж называешь себя чемпионом. Ладно. Прям с тобой сразу, что ли? О-хо-хо-хо, мои ученики. Ему хватило наглости бросить вызов мне, Ефиму, в стенах моей, кхм, нашей школы. Магей, первое слово дороже второго. Позвольный шанс, Мистий. Уходи, и все закончится. А мы на мячах будем или на кулаках? Ты все сказал? А, поглядим, так ли ты хорош? А? Устроим настоящий бой. Честно говоря, драк на кулаках в игре не хватает, хотя механика в игре есть. Черт, это стандартная Мочилова на мячах. Я думал, тут будет такая, знаете, атлетическая драка на кулаках. Вот это было бы классно, если бы у меня в игре не было. Все-таки, Борисович был лучшим. Ох ты, ученики приехали. Ну я и смеваю, что ученики у тебя первой ссор. Ученики сейчас пойдем. Черт, а ученики-то мощные. Моя гордость топтана в грязь, дружок. Все, не знаю. Постой, какой он нам лучшим кастом? Мне показалось, что сороковой. Я дерусь с детьми. Я реально дерусь с детским садом. Ты, конечно, ты горишь от стыда. Потому что ты пал. Ну что, Ефимка, будешь рассказывать сказки или как? Ладно. Вот. Олимпийский чемпион. Это я. Ты погубил мою репутацию. Как я буду учить? Ну а мы не скажем никому, что проиграл. Гадость сгубила тебя. Я ни при чем. Это тоже. Ладно. Сдаюсь. Я проиграл. Расскажу, что знаю. Давай. Начинай работать языком. Держать такую школу дорого. Но мы получаем крупные суммы от одного богача. Он иногда приходит вместе с запахом вина и странным человеком. Так, это интересно. Культисты. Вряд ли они любуются твоей школой. Я заметил, что они выбирают лучших атлетов с исключительными навыками и результатами. Присматриваются к ним. Салон был одним из них. Да. Блестящий ученик. Он и еще один мальчик, Нелей. Друзья и славные атлеты. Я не видел их после визита того человека. Боюсь, случилось что-то страшное. Ты понимаешь, что дело не чисто. Но сидишь сложа руки. Ну а что он атлет? Этот человек влиятелен. У него есть связи. Я пытался вмешаться. Начал расспрашивать. Но мне сказали, если и не прекращу, пострадают мои ученики. Неприятно признавать, но я бессилен. Черт возьми, не будь трусом. Сильный человек не должен слушать пьяницу. Я... Верно. Ну ты обосрался. Я был слаб слишком долго. Спасибо тебе. Может еще не все потеряно. Это да, Эфим. Это я все слышала. Ты стоишь здесь, пока твоих учеников похищают? Из-за денег? Порк эш. Как ты сюда попала? Это твоя дочь? Нет. Ты плохой человек. Тебе нельзя верить. Никому нельзя верить. А может, да? Я пойду и сама спасу брата. Нет, девочки, брат тебя убьют. Ой, Зевс, я... Что я наделал? Ты обосрался конкретно, мужик. Салоны другие пропали. Довольно трусить. Не ли мог стать следующим? Я наставник. Нужно распозадить. И должен действовать. Черт возьми, ну пока что дела идут не очень, скажем так. То есть, получается, чувак продавал своих учеников, и все думали, что типа это нормально. Ладно, но это не нормально. Такой спойлер, не нормально. Македония. Мне нравится Македония, но вот мне хочется посетить вот эти места. Интересно, а в них есть какие-нибудь квесты крутые? Сто процентов есть. Это точно. Ладно. Пойдем пообщаемся с другом Немезида. Нелея, господи. Я его Немезида позвал. И после этого посмотрим, что может пойти не так. Или так. Или, в общем, как-нибудь. Может, через ворота пойти? А почему ребята сидят снаружи? Что у них пошло не так? Я надеюсь, что сегодня выспимся. Мы с Лизой... Продумали новую тактику борьбы с тем, что хоть и ночь у нас будет. Мы просто не будем его пускать в спальню. Потому что Котя, все-таки, если его пускать, он начинает, в общем, не давать спать. И я сегодня где-то полтора часа вначале Котю укладывал спать. А потом где-то еще два часа засыпал. В итоге под утро... Нет, конечно, я как бы выспался. Но это были не те ощущения, скажем так. Которые я бы хотел испытать. Сейчас под вечер я уже чувствую, что я такой, типа, немножко вареный. Голова не тая. Все как-то не тонко. Может, мне из-за этого у вас показался странным. Потому что я сейчас чувствуюсь там. Ну, ладно, это все мелочи. Чистюля пела. Не люблю Чистюля. Мне нравится. Поэтому я его убил. Так-то, я же первый наемник. Писал на стол. Не то слава. Я должен продолжать свою тренировку, чтобы превзойти Нелли. Быть легаласом. В конце концов, я стану олимпийским... Олимпийским больным. Быть может, я не создан для игр. Похоже, ты Эд. Меня прислал Микос. Нелли. Нелли? Что опять? Он поставил новый рекорд? Нет, я не об этом. Давайте соблю. Проклятье. В каком виде спорта на этот раз? Должно быть метание диска? Нет. Может, кто дальше? Писюна. Боги! Даже в этом он лучше! Талантливый, будь он проклят! Значит, Микос прислал тебе сломить мой дух. Лей заболел. Микос говорит, ты последний, кто видел его здоровы. Он был в порядке, когда мы пришли с ним на пир в дом Карпаса. Пир? Окей, значит, перу. Но я ушел без него. Больше мы не виделись. Стало быть, на перу что-то произошло. Что-то подмешали в напиток. Я пошел в дом на холме. Возможно, он знает, что случилось с Неллием. Однако он не людин. Придется выманить его. Выманить? Ну, это я люблю. Несколько сосудов с его драгоценным вином, и он выбежит тебе навстречу. Спасибо, Эд. Я займусь этим. Что ж, нужно заниматься. Только так я смогу превзойти Неллия. Что-то я думал, вы друзья. Вы оказывается такие, знаете, спортивные чуваки. Работай на меня, ты станешь чемпионом. Даже победа на играх меркнет перед возможностью объехать весь греческий мир. Приглашаю тебя в свою команду. Что он скажет? Нам пригодятся свои сильные руки. Ого, Господи, эти комплименты. Ты знаешь, я сыт по годам. Все, поехали. А мы пока идем на виллу. Эд, скорее всего, никчемный абсолютно чувак. Я вам гарантирую, что он никчемен. А нет, он хорош, кстати, силу тарану дает. Нет, парень хорош, определён. Что в глаз попало. Ладно, идем на виллу. Добейся до виллы. Твою мать, да я не хотел. Черт, возьми, игра подводит меня. А, никто не видел? А, ну, значит, все хорошо. Понимаете, как в Японии. Никто не видел преступления, значит, его не было. Ладно, вилла. Это дом карпаса. Можно понять по запаху алкоголя. Карпик. Маленький карпик. Карп. Вот что я искал. Так, вот бочонки. Давайте их разобьём, и карпик выйдет. И мы с ним поболтами. Я думал, его Карл зовут, но мы не в Испании. Это я? Да, постой. Постой, куда идти? Ты не сможешь устоять перед этим. Кто тут, блин? Давайте зайдем тут. Смотрите, кто здесь. Вот я тебя знаю. Ты должен быть дома, рядом с Нелеем. Что ты тут делаешь? А я много что должен. Но сейчас... Да что ты возьмешь, чувак, который заботится о Нелеем? Я хочу веселиться. Там мужики, что ли, сосутся сбоку? Что за мужчина? Тебе не помешает развлечься? И с кем, как ни со мной. Ну так что? Ты и я. Мы отлично проведем время. Ты криповый мужик, только ты и я? Давайте вот так спросим. Только мы? О! Вот это разговор. Чего? Вот твой зимний. Ну, что думаешь? Он? Или она? Хммм. Так, он, она. Может быть, оба? Я ее насытен. Я ее насытен. О, ночь пройдет не зря, Мистий. Квартет. Помолчи уже. Я не знаю, куда я попал, но это какой-то сексуальный квартет. Можно ты будешь чпекать мужика, я тебе улку? Потом мы вдвоем чпекнем телку. Так, ладно. Я могу еще. Нет, с этим разобрались. Все, чувак, давай, где я спишь. Я думала, ты истоять сейчас не сможешь. Ну, я мог бы просто лежать и... Может, позже. Прощай, Микас. Вообще, он должен за парня заботиться, но... Ну, твою мать. Это древняя Греция. Всем пихуй на все. Мне кажется, или это культисты? Черт. Черт, реально культ, ребят. Я угадал. Не зря этот квест даже взял. Черт, они обсуждали то, что, типа, атлетам нехорошо становится от данного вида вина. Так, ну все, культисты мертвы. Значит, надо разбить это дерьмовое вино. Карпас, выходи, где ты? Где чертов Карпас? Что ты наделал? Ты убил их всех. О, нет, нет, нет. Полководец меня пригончит. Я убил злодеев. Ты связан с культом. Ведь так, что ты сделал с Нелеем? Нет, 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 нет. Я просто... У нас с ними просто общие дела. Как и с полководцем. Рассказывай про дела с полководцем. Или я начну вырывать тебе зубы. Малака. Ладно, я помог. То есть мне угрожали. Армии культа космоса нужны одурманенные атлеты. Способные дороже. Такие как Нелей. Это, типа, чтобы они воевали за них? С учениками что-то делают. Они меняются. Подчиняют их полю? Так, по-твоему, появляются их лучшие стражи. Их сила ненормальна. Неестественна. Они, как ведьмаков, травят химией. Они мне неровные. Любая их сила меркнет. В сравнении с моей. Так-то да, они сильные и быстрые. Я виноват, Мисти. Я не мог им противиться. Но... С твоей помощью я смогу. Могу все исправить. Культисты забирают атлетов из моих доков в прибрежную пещеру на юге. Так, мы идем туда. Значит, мы идем туда. Не так что плохо. Ты можешь искупить вину. Вот. Жители Тасоса не чужие мне люди, Мисти. Он сам-то, чувак, неплохой. Наполнил мой кошелек, но опустошил сердце. Спаси учеников. Прошу. Я так больше не могу. Я понимаю, что... Лишь ради них самих. Если с Нелеем что-то случится, ты покойник. Все обойдется. Освободи их. Они... Так, я понял. Все, я пошел в пещеру на юге. Этот чувак просто делает зарядку. Культист. Культист просто расслабляет свое культистское тело. А я сейчас расслаблю его навсегда. Игра, хватит делать мне базовые подсказки. Я знаю, как отмечать врагов. Я не даун. Игрок не даун. У игрока есть мозг. Так, я внутри. Все, палево, да? Что-то я хотел послушать. Тут черт, а я видишь, что все порчу, ребята. Может мне уйти? Ребят, может я и уйду? Культист? Женщина-культист. Может я уйду? Мне интересно, есть вот, у них есть стражи, которые служат его убеждениям. Наверное, как есть. Мне кажется, вот эти неодурманенные, они служат по убеждениям. То есть, они реально верят в путь. Хотя, хрен его не знаю. Может, не верят? Ну, то есть, я слабо верю, что все вот эти стражи, они прям все одурманенные. Как их капитаны вполне осознанно действуют. Хотя, их капитанами, по сути, являются те чуваки, которые элита, с которыми мы... на которых мы и охотимся, если подумать. Ну, че он их разберет? Я, если честно, немножко теряюсь. Да, гад, как получай, засранец? Иди сюда, падаль. Шерсть, иди сюда, я сейчас тебя заряжу. Шерсть, смерть? Че, защит тебя защитил, а? Вода тебе не поможет, засранец. Клеток полно, но... Блин, хоть кто-то есть. Ну-ка. Ох, чувак, найдите, освободите пропавших. Но он один здесь, а мне еще кто-то нужен. Где остальные, чувак? Тут тебя одного держали? Ага, вот, я слепой. Сделаем это красиво. Чуваки, вы свободны. Все, бегите. О, черт, ази, что тут происходит? Зачем ты, зачем вы бьете? Надеюсь, одержимые гедонисты не разнесли мой дом. Черт, вази, они одичали. Они одурели. Котлеты стали бешенными. Черт, надеюсь, второй-то нормальный. Мне с ним поговорить надо. Не, ну а что-то, что мне было делать? Вот один вроде нормальный. Мистей. О, Зевс. Он хотел убить меня. Нахрена ты вообще сюда пришел? Ты заслужил те пленники. Они принимали средства. Лекарь должен был приходить, чтобы снабжать их. Лишь у одного были осложнения. Другой, кажется, сумеет выжить. Мне кажется, нормально. Более-менее. Пошатывайся. Похоже на укрепленное убежище. Культ стоит воспринимать серьезнее, чем это делал я. О, да? Они действуют во всей Греции, друг мой. Культ-то мелочь. Сейчас нам повезло. Что скажу? Кто знает, что стало с другими учениками? Культисты поплатятся за это. Пришло время отомстить. Нужно главного найти и убить, наконец-то. Мы возьмем штурмом их древнюю цитадель. Вот, мне нравится. Славишь атаку, и мы убьем главу стражи культа. Мы нанесем им поражение, о котором заговорит вся Греция. Да я как-то наносила они особо. Ты просто хочешь устранить полководца моими руками? Ну, вообще, да. Это лишь совпадение. Не думаю. Так, кто он? Да, в принципе, неинтересно, кто он вообще давай. Расскажи о нем. Кто он такой? Этот Малако затащил меня во все это. Он возглавляет стражей культа. Ходит слух, что однажды он одним взмахом обезглавил восьмерых. Ух ты. Мощен, мощен. Зато теперь я знаю, что Нелей не простудился. Нужно рассказать Микосу. Ты виноват. Так проследи, чтобы они вернулись. Правильно, присонив. Хорошо. Чудно. Что ж, дело за малым. Надо возвращаться к врачу за лекарством. Ну и крепость я бы хотел уничтожить. Я, конечно, хочу на крепость сейчас пойти. Мы, кстати, там Полимарха убили какого-то черта. Я думал, что Полимарха есть как бы главное дерьмо. Но я бы мог пойти сейчас в крепость и начать там воевать. Из минусов. Почему бы этого делать не стоило? Ну, раз игра говорит, что лучше сейчас пойти к Микосу и там попытаться с врачом что-то сделать. Лучше пойти. Иначе может оказаться, как было в начале игры с Гиппократом, что мы пациента убьем своим промедлением. Да они мертвы. Постой, а кто? Черт. А ты прав. Они все мертвы. И я внубил не культ. Сейчас только заберусь на кран местность, посмотрю и... Тут красиво, если бы не все трупы внизу. Да, там куча трупов и кровь везде. Кровь, 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 мясо, кровь, кровичь и кишки. Это нормально иметь такое дерьмо на каменоломной? Я вот не уверен. Так, надеюсь хоть врач жив и поможет. А нет, кто-то вот живой, видите, один чувачок живой. Я тебе этот жив, но ему плохо. Культисты. Зачем ты меня зовешь? Это стелс. Во время стелса не зовут. Надо было того другого атаковать. Я что-то, я не подумал. Когда он начал драться. Черт возьми. Хочешь, чтобы я буканул? Ну, он хотел, чтобы я буканул. Хочешь, чтобы я еще раз буканул, да? А ты мертвый? Черт возьми. Он сдох. Я слишком силен для этой игры. Это барновар. Но было уже поздно. Да, я вижу. Проклятый хольт. Смотри, что они сделали. Убили всех. Моих зверьков перерезали. Нужно идти. Не лей в опасности. Идем на корабль. Черт. Ты ничего не можешь сделать. Подожди. Ты еще можешь выжить. Помни, что я лекарь, мистий. Я знаю, что это смертельно. Вот обещанное лекарство. Я всегда исправляюсь, да-да. Я дам его не лею. Может помочь, но не ожидай чуда. Я тебя не оставлю. Ты можешь убить меня и прекратить страдания. Прошу тебя. Все, вот это романтика. Я прекращаю муки. Я сделаю все быстро. Ну, вообще спроси, что произошло. Если честно, я просто не подумаю. Давай. Да вы все, я сделал. Я сделал. Ты же мертв, я убил тебя. Давайте для верности. Много добра не мог совершить. Чувак, ну ты помер раньше, чем я смог помочь. Печально. Давайте вначале спасем нашего парня, а потом в крепость пойдем, если задание не объявится. Потому что ясное дело, что там туда. То есть тут уже все понятно. Храм Ефест. Отсюда быстрее, чем корабль перегонять. Че тут что-то происходит. Убей этих молоков. Постарайся. Портовое змею. Поздно. Че, ну, это никогда не поздно. Че, ты не скажешь, как гребаные обезьяны. Опа. Эх, скажешь, как обезьяна, да? Ты можешь меня победить, да? Лох мой. Парел на поле. Поставил здоровье, да? Давайте, погой, погой его. Да, победа. Есть пробитие. Че, нет, пробитие отменяется. Че, чувак. Ты меня заболбал своим щитом. Ищи ты каменные. Просто непробиваемые застанцы. Наш друг-то жив или кто тут? Кто тут есть? Ты кто такой? Че за негр? Возмутительно. Мы ненавидим этих солдат в масках. Они должны покинуть плем нас. Нужно уже найти и главаря, и грохнуть, я покончу с ними. А зачем я это сделаю? Чем они сошли дом? Сам знаешь, Малака. Проклятые солдаты пришли из своей проклятой крепости. Они решили, что Микос что-то замышляет. Против них немыслимо. Я убью их. Солдаты. Это страшники культа. И у них есть полководец. Не волнуйтесь, скоро им придет конец. Че, мне нравится этот настрой. Потому что мы атакуем крепость и убьем их. Да, давайте, ребят, толпой. Да, верно, я работаю. Нет, нет, ну пойдем вместе. Жители острова заслужили право отомстить культу. Красиво сделано. Атакуем крепость. И вернем ее народу Лемноса. Правильно. Позволь нам сходить за оружием. Встретимся у ворот. Постой, а крепость разве здесь находится? Я думаю, это другая крепость. То есть, которая на том острове. Нет, черт возьми, это вот здесь. Я думаю, это крепость на Тасосе. То есть, я был уверен, что это вот та крепость. Оказывается, это вот та самая крепость. Вот здесь. Но она же полуразговнена. То есть, там все плохо и укрепление не... Вы поняли. Так, ладно. Идем к крепости. Штурмовать. Мне это нравится. Я давно толпой хотел. Вообще, я не понимаю. Движок игры это делать позволяет. Еще в Юните это доказали. Что движок, новая версия движка это умеет. Почему вы... И здесь есть массовые батареи. Почему вы не сделаете массовый захват крепостей? Я очень надеюсь, что в DLC это введут. Потому что база для этого есть в игре. Сделайте захват крепостей. В DLC там еще где-то это будет секс. И все это будут любить. Потому что вот эти поля боя, это неинтересно. Если бы был захват крепостей, или штурм. И поля боя одновременно. Или все это было бы стадено в единую некую механику. Тогда это было бы супер круто. И это все любили. И все пускай ассасин топ. Просто массовые батареи приелись. Я могу сейчас их устраивать. Хоть не знаю. Каждые 10 минут себе. Но это неинтересно. У них нет ничего интересного. Но если бы... Чтобы сделать захват крепости, нужно было попотеть. И потом ты идешь захватывать. Прям крутую супер захват. С кучей народу, который тебе помогает. Так вот это было бы класс. И к тому же в этих баталиях получается, что ты дерешься один. Как только ты получаешь драться с солдатами вражескими. Все отступают. И ты дерешься наедине. А вокруг тебя, по сути, солдаты. Твои помощники это декорация. А вот здесь реально интересно. Древняя крепость. Что же. Минус культист сейчас будет. Готовы, дети? Дерево мне не помогло. Березка растет, кстати. Березки. Там была... Ох ты, народ собрался. Сейчас красиво бывает. Атакуем крепость, дамы и господа. Так, вначале ее надо просканировать. Ребят, ну мы же не пойдем. Черт, у них тут везде флаги культа. То есть это реально культистская крепость. Они даже не шифруются. Они открыто говорят, да, мы культа. Нам нормально в этой крепости сидеть. Черт, а крепость серьезная. Причем она не в руинах. Это абсолютно ухоженная новая крепость. Не как обычно. Черт, тут очень много народу. Более-менее просканировали. Мы теперь знаем кто где. Сейчас будем проходить. Ребят там дерутся. Ну мы сразу наверх пойдем, ребят. Сразу к главному. А там уже разберемся. Можно было сказать, что я работаю один. Но мне нравится, что они оттягивают основную массу солдат. Потом мы им поможем, ребят. Мы не кинем чувачков. Растелсу пробираемся внутрь. Ну крепость, первая крепость в хорошем состоянии. По-моему других не было. Может одна какая-то была, но я ее с трудом помню. В целом это первая крепость в таком действительно идеальном состоянии. Которая... Которая заботится. Вот что называется, когда злодеи крепость заботят. Скан. Должно быть полководец. Вот он. Давай иди сюда. Иди сюда, сюда иди. Да-да, он отсюда, чувак. Выходи на меня. Скрытые боевые тактики. Да твою мать, ты задолбал махать своим огромным топорищем. Так называемым. Все, минус культист, понял? Получай, засранец. Пробите. Я дал отнять ее щитом, в принципе, и так сильно. Опа, понял меня? Горю. Горешь, потому что от стыда. То, что культист. Черт. Получай, получай засранка. Сейчас я тебя пробил. Оп, не получилось. Пробите. Будешь разбить. Смерть. Умейте, стражи, как культа. Надо помочь нашим ребятам. Там вообще тяжело. Они в аду там просто находятся. Ладно. Мы сейчас постепенно пробираться к нашим ребятам. Иди сюда ближе, ближе, ближе. Опа! Могли сделать, что урон сверху больше? А вроде так и есть. А хрена вы знаете, если честно. Серьезно, вот если честно, хрен знает больше урон сверху или меньше. Тут нужно анализ проводить. Что я? Ты что? А ты что я? Пожалуйста, соглашусь. Оп. Я вижу тело. Может, ты зайдешь в кусты и посмотришь на мое смачное тело? Хочешь увидеть мое тело? Иди сюда. Да, именно. Надо проверить, чужак. Чужак, чувак. Лупой культист. Чувак, ты слепой, что ли? Иди сюда, давай. Там два твоих товарища уже в кустах веселятся без тебя. Понимаешь, вечеринка в самом разгаре, а ты не пришел. Ну, что ж такое? Почему-то с этим... У него, видимо, щит из-за этого не получилось. У нее гребаный щит. Поэтому засранцы пригласить на вечеринку вообще не вышло. Ладно. Так, она... Постой. Походу, всех перебили. Черт, мне их же... Не, мы захватим эту долбанную крепость. Пойдем по стелсу, ребят. Ну как, полостелс. Такой, боевой стелс. Черт, ну они реально всех перемили. Кстати, никого нет. Другого объяснения быть не может. Все наши друзья, к сожалению, почили. Смертью храбрых. Да, кстати, так и есть. Вот они. Черт, у меня нет ни одной нормальной стрелы. Ну... Ой, случайно из крепости выбился? Черт возьми. Я хотел добить их. Не очень получилось. Я зря. Не следовало призывать жителей сражаться. Теперь они мертвы. Я понимал, что они умрут, но... Черт возьми. И культисты там просто лежат на земле. Отдыхая. Такие, что? Мне жаль, мне жаль. Я подверг их опасности. То есть, очевидно, что жители не могли выстоять против культистов. Да даже армия афинская и спартанская не выстояли бы против культистов. Все ошибаются. Они в порядке. Ты встретил наших людей? Те тоже не вернулись. Да все плохо кончилось. Мы здесь. Не лей! Хоть кто-то и не лей живет. Они добрались до нас раньше культа. Мы едва не погибли. Нам очень повезло. Это было умершим. Ты правильно сделал, отправив к ним наших людей. Ты спас их от смерти. Вот. Все потому, что ты убедил меня быть мягче, к нерею. Я не мог позволить строгости взять верх и бросить своего племянника. А если бы я сказал, мы бы струнем. Выпей. Тебе станет лучше. Что насчет остальных жителей? В этой ситуации такая. Мы пытались взять крепость культа вместе со мной. Никто не выжил. О, какие потери. Дурак тут я. Дурак был я. А у меня есть не лей. И хозяин орла. Пойдем, не лей. Надо многое обсудить. Мы остались одни вместе. Твою мать, чувак. Не сейчас. У меня траур. Мужик, у меня траур. Я бы расслабился с тобой. Ну да. О, я тоже слабился с массажами. Что тебе нужно? Возможно, массаж хумир. Ты поцелуешь меня. Затем отведешь туда, где мы будем одни. После чего ты снимешь с себя всю одежду. Как прикажешь. Черт возьми. Еще с такой сценой на фоне. С таким солнышком. Черт возьми. Мне как-то грустно, ребят. Понимаете? Мне обидно. Ну, во-первых, крепость мы недозахватили. Но это бог с ним. И культиста крутого никакого не было. То есть, там самый обычный ссаный культист. Но я не знаю. Как-то я расстроен. Квест, конечно, классный. Но это не совсем то, что я ожидал. Понимаете? Давайте на Скирос еще сплаваем. Просто посмотрим. Равнина Ахилла. Залив булыжников. Вдруг тут что-то интересное есть. А давайте по значкам. Исторические места, приобретенные карты. Ничего интересного нет. Что же. Можно отправиться сразу на ФБ. и ФБ. Потому что здесь у нас два культиста. И как бы сразу дело пойдет. Здорово. Если Милос у нас нетронутый островок. И можно было бы накос на Самос можно было бы. Хиос. Я знаю, тут есть задание. Но вряд ли. Думаю, что там что-то прям такое. Ладно. Давайте носки распоплывем. Где мой чертов корабль? Где вы его? Я его здесь припарковал. Пошлю сюда. Пошли. Пойду. Вижу какую-то крепость на острове. Не удивлюсь, если там живет культист. Или вся культистская семейка. А вообще вот ФБ. Вот она здесь. Это огромный островок. Так что я вот боюсь на него плыть. Просто боюсь, что я там завязан. Хотя размер острова не говорит о количестве квестов на нем. Как уже мы узнали опытным путем. Ну и я узнал. Ну окей, мы вместе узнали. Давайте посмотрим. Может все-таки высадится тут. А вдруг интересное что-то на острове есть. А вдруг меня пошлют на ФБ. Давайте посидимся еще. Потому что раз прикрыли пристань контрабандистов. А почему это так называется? Острова Банта. Острова Осени. То есть сейчас тут будет прям такая осенняя цветовая гамма. И все листья будут опадать. Почему острова? Именно Осень. Не, вообще выглядит красиво. Я люблю Осень. Сейчас вот Осень все очень классно выглядит. И прям наслаждаешься. Скирос. Местный городочек. Квестов в Скиросе есть? Нет никаких. То есть ты приехал и Скиросу как-то немножко плевать на тебя. И тебе как-то на Оскирос тоже. Вроде бы все честно. Природа красота. Вы не наслаждаетесь? Ну и еще точечку посетил на острове. Ну раз как бы мы здесь. Раз приехали. И надо опять время суток перематывать. Где-то тут совсем мрачно. Ребята, мы плывем на тот самый остров Эвбея. Который заждался своего Бэтмена. Своего героя. Только пришвартоваться. Нигде. Я не хочу оплывать кругом. Я хочу где-то тут пристать. Как вариант может бросить корабль и просто... Давайте я это и сделаю. Нахрен вообще на корабль. Сейчас я просто поплую максимально близко. По удивлению, корабль нельзя разбить. Мне это даже не прикажет. В Иксасинах, ну кроме Ориджинса, где там все было кастрировано. Вот в Ассасинске 3 не помню. Но помню, что в Иксасинах все это можно было делать. То есть не было какой-то такой кастрации корабля. То есть ты мог его разбить Аскал в том же Блэкфлэйге. Понятно, что здесь не так. Почему здесь я не могу взять и расхерачить свой корабль Аскал? Если оно мне, ну не знаю, хочется, нравится. Если я хочу там подпеть максимально близко. Так, непонятно, почему делать это нельзя. Ладно, ребята, мы идем за культистом. Но дойдем мы до него уже в следующей серии. Я не хочу опять, чтобы серии были длинные. Сейчас стараюсь пройти игру до финала. Мне интересно, чем кончится. У меня просто горит уже. Хочу знать. Ну не через спойлеры, конечно же. А вот именно прям знать сам, дойти до гранд-финала. Я очень надеюсь, что будет гранд-финал большой. В котором уже покажут прям концовку всех концовок. Потому что пока что мы видели что-то, но это не то. Это не концовка всех концовок. Ребята, все. До следующей серии. Всех люблю. Держите сердце. Пока. И я перемотаю время на утро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова